Фильмов, как оказывается, в «Промансе» в последние годы, особенно конец 90-х, начало 2000-х годов, будет много. Часть из них можно найти, они есть в открытом доступе, но есть фильм, которого, в принципе, я так и не нашел. Мне повезло, я познакомился с Михаилом Александровичем, с Сергеем Александровичем Погореловым. Он в 2006 году в журнале «Уральский следопыт» выпустил, скажем так, сборник «Новелл». Назвал он «Новеллы из провинциального кинематографа» 1966-1967 год. Назвал он весь этот сборник «В холодной северной ночи». По сути дела, если вы потратите свое время, вы окунетесь в ситуацию, когда узнаете о том, что один из крупнейших, талантливейших людей мансийского народа, Юван Шесталов, Юван по-мансийски и Иван по-русски, придумал снять фильм как раз про свой народ. Он, будучи депутатом всяких созывов, сумел добиться того, чтобы выделили деньги. И вот киногруппа из Свердловской киностудии полетела как раз туда, на север, с тем, чтобы снимать этот фильм. И в задаче фильма снять одну из самых уникальных вещей, а именно «Медвежий праздник». И самое любопытное, Шесталов там в Москве, а киногруппа оказывается здесь. И самое интересное, что они оказываются в ситуации, что никто не собирается им про «Медведя» ничего рассказывать, показывать. И «Медвежий праздник» тоже проводить не собирается. А у киногруппы задача сделать это все и как можно быстрее вернуться обратно, потому что год-то уже заканчивается, и надо Новый год встречать. Сергей Александрович оказывается молодым парнем, он как раз помощником работал на этом проекте. И по большому счету, ему повезло, он это посмотрел и даже умудрился сделать несколько фотографий по этому поводу. Хотя все, что связано с «Медведем», все запрещено. Но, тем не менее, удается. Так вот, самое интересное, что они сняли фильм, и фильм-то из двух частей, и называется «Таежная песня», но фильма так и мы не нашли. Где-то он, может быть, и есть, но так про него толком никто ничего не знает. И если бы Сергей Александрович не написал эту повесть, точнее, несколько новелл, мы бы не узнали о том, о чем идет речь. А ему повезло, и он даже умудрился сделать несколько фотографий очень серьезных, по крайней мере, с той части, когда Юван Шесталов вместе со своими братьями камлает. Самое интересное, что я познакомился с ним, но долго поработать не удалось. Сергей Александрович умер, и часть наследия я получал уже от супруги. Так вот, фотографии, которые меня интересовали, он мне их коротко объяснил, они тоже вот здесь, ну, по крайней мере, в последнем номере есть, здесь вот показано как раз, соснел, берестяные маски, медвежьи носы, на медвежий праздник маски, который одевается. Вот, про них порассказывал, но по большому счету мне не повезло, потому что человек вот умер. Фильмов, которые поснимали, действительно оказалось много, они снимаются до последней поры. Один из, наверное, интереснейших проектов, которые были, проекты, которые были сделаны в Свердловской киностудии, осуществил Аркадий Васильевич Морозов. К сожалению, вот лет много, это было в начале 2000-х годов, и он вместе с оператором Вячеславом Аркадьевичем Петуховым, я потом с ним снимал фильм уже «По следам заплатина», они сняли несколько фильмов, они, по сути дела, как раз рассказывают уникальные вещи. Опять же, коротенько покажу, чтобы вы хоть немножко вот с этим столкнулись, потому что отдельно на каждый фильм вот мы выделить время просто должны, а это вот оказывается непросто. Итак, вот посмотрите, пожалуйста, такая любопытная картинка. Один из фильмов, который снимал Морозов. Они выезжали в экспедицию в Ивдельский район и снимали преимущественно пилымских манси. Традиционная поза у мансийской собаки, вагульской мансийской собаке, это сидеть на крыше. Скучно, но там хоть какой-то интерес есть, потому что в будке она посидит и без этого. Один из самых любимых персонажей у Морозова – это слепой шаман. Сун. Сун – нарты, он говорит. Только еще делает. Хаб. Хаб – лодка. Нарта – камка. Гинга. Сейчас они ее произносят, как камка. Сун – камка. Поющий кораблик, вы уже это теперь знаете. Нас пять о романсе. Я, брат Николай, его жена и два сына. Младший – гаврилка. Он уже настоящий рыбак. Так выглядит верховье Пилыма. Наша река. Урай-Пауль – наш дом. Правда, начинается совсем не так, как вот переводится. Я живу в Урай-Пауле, который стоит на Пилыме. Вот так начинается. Съездили за дровами. К сожалению, вот мы их всех застали. К сожалению, сейчас их никого нет. Это сосна. Тут тоже сосна. Тут тоже сосна. Какой я слепой. Ничего не слепой. Я все могу делать. А если кто скажет, получит по морде палкой. На охоту-то хожу. Каврилка, сходим. На охоту ходим. Не далеко ходим, но все равно ходим. Хлеб вытащили из печки. Видите, делают буханки такие. Я же не вижу, один да куда поеду. Ну, помощник-то надо. Учить все равно надо. Бабушки проверять, по тропях ходить. Тащить надо, помочь надо. И веселиться. Одному-то скучно. Страшно. Уйдем же веселее. Себя кормим. Я же пенсионер. Пензи беру. Ну, колодный мы не будем сидеть. Хоть два, три, четыре кухарей убьем. Грибки поймаем на охоту. Так и живем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Раньше, наверное, лучше было, чем сейчас, но у Ленинга бензин не надо, запрёк три-четыре нато, светил, на зиму привёз продукты. Сейчас всякие механические моторы есть, а ездить-то не на чем. Мотоцикл собрал, вон он стоит. Движок, рама была, колёса, всё остальное я сам собирал. Полты собирал тоже, полты, гайки подходящие. Гайки забирал, почти всё лето забирал. Сейчас езжу на нём, он говорит, учёный, я и машину забираю, хоть какую. Только самолёт не делал, остальное всё на земле. Не учился же. Гаврилка у нас родился в лесовом посёлке, никогда не было, не бывал. Лодку сел, управляться стал, семи лет. Он до конца дороги ведёт лодку в одну сторону, даже никуда не выворачивается, куда положено. Ну чё не знать, учим. А чё знать, чё учить? Учёному-то скажи, учёному не учи. Читать не надо. Он сам изображать может. Если у него есть ума, думает головой. Ну кое-что не знает, так и спросит. Всё, я показал, вот такой узел сделай, вот так привяжи, вот такой возьми, и ты притяни, и узел будет. Ну раз узел не получится, второй узел не получится, третий узел получился, делай. Полностью сеть вяжет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Сорожняка мало, бывало в Польше сорож, а что-то мало. Вот-ка на уход этом, сразу-то не черпанем ничего. Аж вот хищ ранел, там возле костра грибой нос стоит. Вот чайку бьют, чай сладкий, вкусный. Вовсю вкуснее чего? Вода и земля. Это собака, тут, читайте, три человека. Так, вовсе каждый свой знак, это и знак наш. Мишка, мы ладно, приехали ночёвка, 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 ночёвка. Дров пилили на Урале, костёр делали хорошенький. Уховарили щуки, их хорошие уховарили. Потом принимали, принимали поплять кровь, водка. Так мы возле костра спали, так хорошо спали. Уховарили щуки. Уховарили щуки. Уховарили щуки. Сейчас что, едешь, плохая дорога. А раньше что было? Тут много народу было. Ну, веселее было. Продукты были, магазин был, все было. Лагерь был. Охранники, собаки были, солдаты были. Ну, что общарка-то, я не помню, штук 20-то был. Так, живой зоной был. Много людей были. Люди 600 было. Конвоем держали. Блеск пилили, ходили, возили в вагончиков на днях. Так, вечером обратно. Обратно закрывали в сон. Территория у нас очень большая. Сейчас никакой, как спорченный телефон. Спорченцы только слухами. Вот случай у меня был такой, вот, приходжу с тайги, вот. Людей полно, говорю. Потом смотрю, табличка, вот она, вот. Вот, табличка, вот. Вот, в двор захожу, памятник, веньки, вот. Я не пойму ничего, что случилось. Я испугался. Что такое? Вот тебя хоронили, пришли. Как, говорю, я в лесу, говорю, все, говорю. Я живой. Ну, у них умер у нас один человек, вот. Он Петрович, я Петрович, вот. У него жена Тамара, у меня жена Тамара, вот. Ну, и у них умер Петрович, Тамарин муж, вот. Вот. Они с силой приезжают все, вот, и хоронят, вот. А они не знали день рождения, вот, а только, когда умер, и все, вот. Веньки выбросили, вот, а тут два дня гуляли. Уже день рождения справляли сразу, и все вместе, вот. Пуевский, тядя Володя, цветной металл там, вон, гибель сдаёт. Ну, чё ему надо? Ты сюда как попал? Ну, как попал? Привезли сюда. Убийство? Да, пятнадцать. Знав би, где в маеешь пасти, поселив би салами, вот. В жизни всякое бывает. Молодой особь, как они делают. А исправить их очень тяжело. И на всю жизнь они остаются, вот. Молодой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дивень момони Думаю Субтитры создавал DimaTorzok Сколько лет знаю? Лет, наверное, 15-18 Ми вже на рыбалку ездили, и охотилися с ними Я сегодня приюту ж к ним Следующие люди встречают хорошо Вот это вот. Ну, как сказать, как нормальные люди. Здесь же люди местные, то больше пьют, чем они пьют. И больше хулиганят, чем они. Они-то не хулиганят. А просто их ненавидят за то, что они тут кулики не вращаются, а все время в лесу. Да они болеют. Они же в тайге, в снегу сплят. Здесь даже приходят, здесь мало пускают никто. А фактически они даже еще лучше, чем такие люди. Здесь, в поселке. Люди должны быть, как люди. Хоть в тайге, хоть в нигде. Живут они, это, два брата с одной женой. Один глаз, он слепой, один глаз, он выпил дровами, дрова рубил, выбил. А второй глаз за жену брат выбил ему. Ну, как человек, он хороший человек. Вот, вот. Женщин нету вообще. Женщин нету вообще. Вот она с ними живет одна. Потому что нету больше. Они вымерли все. А в тайге какая жена вот? Ну, одна попала вот, вот живет с ними дома вот. С двумя мужиками. А вот там маленький есть, как он дальше будет жить, я не знаю вот. Я вот говорил им, давайте, говорю, учиться вот. Но они не думают посылать его учиться вот. И не хотят даже вот. Музыка. 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 Садись, не совмёшь, садись, какой раскидый, на шкуре-то ничего не нёшь, шкура есть шкура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сырные, пожилые, хорошие, красивые И выпивают, сидят, компания И песенку поют Повернулись, нет, в них Глянул вверх На крыше олени и шкура Много-много тырки Много-много тырки Ну вот так снимает этнографическое кино Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok